Приветствую вас на игровом канале, с вами Алексей Онжек Розелайф И сегодня на позитиве и креативе мы поиграем в карту Zerg Defense Кстати, эта карта создана от разработчика карты Deezer Strike Если вы в эту карту не играли, ничего страшного, сейчас по ходу видео я вам все объясню Очень интересная, кстати, карта, мы будем играть против компьютера И пытаться защищать свою базу Раса Тираны, в общем, сейчас найдет нам два союзника, мы будем играть против компьютера Я, наверное, сейчас не буду сразу разглагольствовать о том, как и что здесь нужно сделать Сейчас мы тогда запустим игру, чтобы не на пальцах объяснять И мы все посмотрим Продолжение следует... Та-да-да-дан, и мы начинаем Ребят, для начала давайте выберем одного из трех персонажей Я выберу вот этого И... Забиндию зону для строительства В общем, вот здесь зона для строительства, где мы должны строить наши войска Я улучшаю до Т-2 и построю одно баншу Чуть позже я объясню, почему именно баншу Итак, у нас есть три линии, три направления, по которым будет двигаться противник Противник всегда зерг И мы отправляемся на передний фронт нашим героям У него есть различные способности Построю дополнительный бункер для защиты Противник не подстраивается под наши юниты То бишь у него запрограммировано то, что он строит, допустим, вначале собак, потом рачей и так далее Так он и будет строить Но фишка в том, что компьютер очень сильно хорошо играет То бишь у него тупо больше бабла И поэтому втыкать не стоит Почему именно баншу я построил? Да все потому, что если вы будете пытаться строить контру Непосредственную к юнитам противника То вы проиграете Потому что, повторюсь, у него тупо больше бабла И поэтому надо изыскивать немножко другие билды А вот этот билд я подсмотрел, собственно, у одного человека Который играл на этой карте Давайте сразу прокачаем инвисом Наша задача состоит в том, чтобы уничтожить базу противника А проблема заключается в том, что если в дизерстрайке, допустим, наш союзник где-то не подтащивает Не подтаскивает, скажем так, где-то он зафейлил То мы нашими войсками помогаем ему Здесь каждый отвечает за свой лайм То бишь, если где-то у нас союзник просядет, то мы проиграем Вы спросите, а можно ли помогать нашему союзнику? Да, можно Можно персонажа туда отправить, можно юнитов строить Но делать это категорически не стоит, потому что Если мы будем помогать нашему союзнику, то просрём свой лайм Потому что очень тяжело на этой карте Компьютер строит очень много войск Отлично Давайте запилим ещё один бункер Также у него есть возможность вызова рабочего Это всё делается за ману Вот эти все способности Вызова рабочего, плюс ещё можно вызывать такого робота небольшого Такс Давайте, кстати, робота вызову, чтобы это наглядно было Ну-ка отстаньте от моих бункеров Ой, уже горит Ну давайте вызовем рабочего, починим И строим ещё одну баншу Кстати, ребят, мне нужно, наверное, запилить ворона Для того, чтобы он ставил турель Чтобы вот эти собаки отвлекались на наземных юнитов Пока банш их будет расстреливать Уже рачи пошли Вы спросите, выигрывал ли я на этой карте? Да, выигрывал пару раз Но карта очень сложная, потому что Новичок, который придёт в эту карту Он просто не поймёт, как здесь лучше играть Потому что строить контров юнитов Я напомню, что это прохладная история Здесь нужно свои билды изыскивать Что я хотел-то? Ворона построить Давайте построим ворона Вот куда-нибудь сюда запилим Так, по-моему, я мискликнул, да? Нет, я чётко поставил, отлично Давайте, знаете, как сделаем? Ворона уберём вот это всё И прокачаем мазу Чтобы он ставил турели Ещё запилим один бункер Фишка в том, что Что нужно для того, чтобы проиграть? А для того, чтобы проиграть, нужно, чтобы центрального игрока задавили Соответственно, если центральный игрок сам не справится со своими выходами То мы проиграем Если Кого-то с боков продавят Ну, допустим, меня или человека сверху То мы проиграем Вот сюда противник доходит, до центра И всё, мы проигрываем Убиваем, убиваем Добавляем ещё бункеров Я пару раз пробовал помогать нашим союзникам Строил там, допустим, каких-то юнитов У наших союзников Или персонажа туда отправлял Но потом сразу сам просаживался очень сильно Поэтому делать этого не будем То бишь, по сути, союзникам мы ничем помочь не можем Потому что если начнём помогать, то сами начнём просаживаться То бишь, каждый отвечает за свой лайм Повторюсь, этот билд я выглядел у одного игрока Потому что я долгое время не мог понять Я строил вроде хороших юнитов, но всё равно проигрывал А всё потому, что у противника тупо больше войск Кстати, здесь есть опыт, который мы получаем после завершения матча Вне зависимости от того, выиграли мы или проиграли Но опыт мы получаем после матча И вот здесь есть способности, которые открываются с каждым уровнем И, кстати, способности очень хорошие Поэтому есть смысл Долго играть и прокачивать, скажем так Своего персонажа на этой карте То бишь, там и мано-регены И скиллы-регены И хп-регены И чего только там нету И человеку, который недавно играет в эту карту Тяжело ещё и потому, что у него тупо нету тех навыков Которые доступны персонажу на высоком уровне Так, отлично Ставим ещё один бункер Сейчас просто здесь всё будем застраивать Нужен ещё один ворон для того, чтобы ставить больше турелей Для того, чтобы они отвлекались на наземных юнитах Отлично Ну что ж, копим, копим, ребят, на второго ворона Здесь уже база зергов Вот она, кстати, хата, которую нужно уничтожить Отлично, ещё зерг выходит Ну что ж, запилим ворона Между... Давайте лучше вот так сделаем Переставим А что это за грайды? Давайте посмотрим Дальность стрельбы Время существования ворона... О, вот это хорошая вещь Давайте прокачаем Увеличивает время существования авто турелей И можно сделать, кстати, первый играть на атаку На воздух Дороговато, дороговато, ладно Я, правда, не знаю Был ли вообще смысл в том, чтобы прокачивать время для турелей Потому что тут очень много наземных войск Они быстрее эти турели уничтожают Чем нежели Они по времени исчезают, эти турели Так, а я у тебя выключил всё? Нет, не выключил Выключаем И сделаем первый играть на атаку На воздух Можно было, в принципе, сразу и второй играть на атаку сделать Очередной выход зерга То бишь, противник под вас не подстраивается Он строит Вот запланировано то, что он задумал строить и всё Так он и строит То бишь, если видите, я начал строить воздух Он ничего не начал делать против этого воздуха Вот у него запланировано то, что он будет сперва строить собак А потом там рачей Так он и строит То бишь, он под вас не подстраивается Сложность заключается в том, что Во-первых У него очень много войск Во-вторых Если просядет ваш союзник То, собственно, вы проиграете Вне зависимости от того Хорошо вы играли, нехорошо вы играли Если героя уничтожают То он воскрешается через какое-то время Но, кстати, это не так долго Не так много времени нужно на воскрешение Сейчас добавим ещё Немножко баншей Увеличить прирост бабосов никак нельзя То бишь, у вас есть вот этот базовый прирост бабосов Так он и остаётся А здесь, я так понимаю, пишется, что такое Уничтожено войск, уничтожено строение Ничего себе, я уже строение даже успел уничтожить Производство войск А дополнительные бабосы можно получить с уровнем Тут есть, вот допустим, смотрите Один минерал пер 5 секунд Есть тут дополнительные навыки На увеличение бабосов Первый матч у нас Ребят, такой будет ознакомительный Последующие матчи я уже Буду просто играть Для души, от души А в первом матче расскажу вам Что тут да как Ну, насколько я, конечно, сам в курсе, да Насколько я сам всё это понял Зерг держится Сильно отвлекаться на наших союзников не будем О, вот тиран тоже строит Воздух Но правда, что-то он перемасил, по-моему Воронов Что-то он как-то перемасил Добавляем ещё Баншу Давайте сделаем второй грейд На атаку на воздух Завершено Отлично, мы справляемся Ставятся турели Банши всё разносят по земле У нас, кстати, вороны скопились, по-моему, да? Сколько их здесь? Один, два, три, четыре Четыре ворона Ну, давайте посмотрим, что там творит Наш союзник Ну, по-моему, этот союзник перестроил очень много ворон Лучше бы он Баншей побольше построил Но дело такое Я ещё сам особо не разбираюсь в этой карте Что лучше, что хуже Зерг вроде тоже справляется Красавчик, держимся Держимся Давайте запилим бункер Ещё один С каждым разом волны будут всё жёстче, всё сильнее Потом уже ультралы пойдут Инфестры Да что там только не будет Будет всё очень жёстко А, кстати Прокачав Т-3, мы сможем вызывать Тора Может это сейчас сделать? Заморочиться? Будем продавливать нашего противника Зерга Давайте попробуем Т-3 Чтобы прокачать, нужно 300 минералов Сейчас подкопим 300 минералов Прокачаем А сам Тор вызывается по КД То бишь не за ману, там, не за что А просто КД у него есть определённый Сказать, что он очень сильный Я не скажу Просто он хорошо танкует по земле Плюс ещё потом можно будет грейды поделать На воздух дополнительные Уходим в Т-3 И призываем Тора О, сильнейший какой У него тоже второй играет на атаку То бишь на него тоже грейды распространяются И будем продолжать добавлять побольше Баншей А чё ты в мою сторону-то пришёл? Эй, чувачок Одумайся Войска нашего противника пришли сюда Хм, странно Может из-за того, что линия очень длинная Он увидел бункер у меня здесь И пошёл в нашем направлении А Тора что? Всё, убили уже Тора убили Вот такие пироги Недолго Тор пожил, недолго Слушай, да ты заколебал в мою сторону-то идти Вот это плохо, конечно Что у меня войска вот так вот разделяются ещё Давайте добавим Ещё один бункер С этого края бункер строить не буду, чтобы Противник не агрился на меня Противник нашего союзника, скажем так Ещё немножко подождать осталось И можем призвать ещё раз Тора Очередной наш выход Можно героям побегать, пострелять Но сильно резвиться нашим героям не стоит Потому что у него не так много ХП Его могут легко вполне себе убить А у него же постоянно мало копится Мало, поэтому лучше лишний раз его не ронять Отлично Хороший тут замес Вся земля падает у зерга Наш очередной выход Что-то вопросов очень-очень мало Или поможем нашему союзнику Давайте поможем нашему союзнику Я призвал ему Тора Что-то как-то у него всё уныло Посмотрите, сколько бандшей Я не понял, он ещё воронов продал, что ли? Или у него было два, просто они скопились в какой-то момент Так, тут нужно вызывать Ремонтника, наверное, да? Пусть он это всё починит Лишний раз ремонтника тоже не стоит дёргать Потому что он стоит ману А за ману лучше строить бункеров побольше Ну куда ты турели-то поехал чинить? Ты чё, одумайся Нихера себе тут Раздаём мы Кстати, надо третий играет на атаку, наверное, сделать, да? Попробовать Жесть, какая вакханалия творится Ну всё будет всё жёстче и жёстче со временем Противник будет всё сильнее Ладно, ребят, давайте копим на третий играет на атаку В принципе, защиту тоже можно поделать Хотя бы первый играет или первые два играйда сделать Пытаются пробежать сюда, что ли? Блин, давайте запилим здесь ещё бункер Они пробегают, видите, в мою сторону Инфестеры уже пошли Так, а что я хотел? А, грейд на атаку сделать Точно, точно, выбираем юнита И грейд на защиту первый Всё, у нас получается грейды 3-1 на воздух А точнее даже не только на воздух Но вообще, в принципе, на мех Инфестеры карают, конечно, карают Ничего не сказать Набрасывают микос и банши Быстро докнут Ну что ж, давайте призовём ребят Тора Сейчас он нам немножко потанкует И добавляем ещё бункеров Стоп, давайте здесь сверху ещё добавим Просто чудесно А то нет надежды на этого союзника О, так у Зерга, смотрите, тоже всё печально Вы посмотрите, что творится Но это Зергу будет ещё помочь Ну хотя бы Тора ему туда забросить Это должно его спасти Хотя бы немножко В общем, надо пытаться Надо пробовать Потому что не хочется, чтобы Зерга продавили Зерга продавят, мы проиграем Так, добавляем ещё одну баншу Нашего Тора уже отпустили Но у нас ещё куча баншей Так, отлично Зерг пробегает Давайте забросим Тора Вот сюда Ой, не то я сделал Какой Тор-то? Это я роботов же забросил Тор-то вот он Да, забросил, так забросил Ну всё, сейчас будут продавливать Продавливать по этой стороне Ничего мы с этим сделать не можем Ну сейчас Тора откадышится Осталось немножко У нас, видите, уже войска даже реагируют Часть войск реагирует на этого противника Но это неприятно Потому что эти войска же предназначаются для нас Это наши войска Если сейчас часть войск будет сюда летать То я потом по центральному направлению могу не справиться Вот в чём проблема-то Вызываем дрона Пусть это всё починит Ну-ка, чё там творится? Ужас какой Может реально бункеров построить там сверху? Раз такая печаль беда Добавляем ещё баншу Потом, в принципе, можно, наверное, попробовать в Т-3 воздух выйти Хотя я не думаю, что у нас это получится Сейчас просто по левому краю нас продавят, ребят, и всё И хэппи-энд Жесть, жесть Надо сверху бункеров замутить хотя бы немножко Здесь у нас всё хорошо? Да, здесь всё хорошо Ну что, давайте замутим сверху пару бункеров На всякий случай Кто-то тоже с воном играет Призвал Дронов на защиту А, ну вот этот парнишка с воном играет Дрона там призвал, призвал Бункеров немножко Кстати, они у него какие-то усиленные А как строить усиленные бункера? Я не знаю Ну-ка, может здесь есть где-то в прокачке? А, ну конечно, вы посмотрите, что творится Увеличивает броню строений Раз И вот это ещё прокачаем Добавляет призрака в бункер Отлично Вот этого я не видел Вот что называется Век живи, век учись Сейчас мы это тоже прокачаем Чпек Отлично И можно ещё войска наземные прокачать Ну, типа, чтобы бункера были сильнее Я не знаю, может сделать первую атаку? Как вариант О, уже притормаживать начало Ну, конечно, столько войск Со всех направлений просто Какая дорогая собака Давайте призовём строителя И сделаем ещё сверху бункер Вот сюда примерно Так, здесь Что я хотел? А, первый играет на атаку Ну что, ребят Пока справляемся Пока держимся Очень много у нас с вами Баншей Воронов Может ещё второй играет на атаку сделать Классно они рассыпаются Просто на лету Второй играет на атаку И давайте ещё раз строителя призовём А здесь запилим ещё один бункер Сейчас мы побольше бункеров построим Чё вообще происходит? Но мы не долетаем, да? До базы Почти 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 долетаем До базы противника Ну, видите Столько войск У зерга Что все наши банши Тратятся на то Чтобы хотя бы здесь справиться Так, а у зерга Как дела обстоят? А, смотрите Тиран ему одну баншу построил Хорошо А у тебя как дела обстоят? У самого У него самого как-то не очень, по-моему Дела обстоят Давайте здесь бункер поставим Пока что держимся, ребят Сразу запилим Тора Хотя Тора, наверное, надо было запилить Лучше зерга Потому что он больше всех просаживается Тут уже ультралы пошли Ну что, ребят Давайте попробуем Свичнуться в Т3 воздух Но он такой дорогой Сколько ты стоишь? Жесть С учетом того, как у нас бабосы набегают Это очень долго придётся ждать Чтобы хотя бы одного батла построить Вроде справляется потихонечку Да, зерк, конечно, меня карает Очень сурово и жёстко Ультрал пришёл Пришёл и быстро огрёб Ну что, копим, ребят? Копим На Т3 воздух Потому что банши, наверное, уже не актуально Запилим ещё Бункер Нихрена себе Уже бункера сносит Ну, конечно, ультралы Это не хухры-мухры Пробегают чертяги Пробегают А что толку ты захватываешь моих баншей? У меня всё равно наземных юнитов нет Осталось немножко подождать И сможем построить первого батлика Но один батлик, наверное, не зарешает Я просто реально дальше особо-то и не продвигался Я не знаю, как бы, что лучше строить Батликов Или наоборот продолжать баншей добавлять Держите Тора Но мне почему-то кажется, что лучше построить Именно Т3 воздух Вот посмотрите, что творится с баншами от Микозы Это просто жесть Тиран, ты справляешься? Тиран вроде справляется Нафигачил кучу бункеров Зерк вроде тоже Кое-как, еле-как справляется Это что за херня такая Это что за жесть? Это какой-то босс, что ли? Ну, видите, мы его просто быстро Нашего босса убили Поэтому я, видать, не видел такую херобору Сейчас мы быстро её разберём Давай, до свидания А, это всё, что ли? Ребят, победа! Поздравляю нас! Вот, оказывается, кого надо было убить То бишь, базу разбирать не обязательно Виктори Красавчики мы! Первый бой и победа! Таблица Ну что, ребят, давайте стоп-старт И продолжим сразу же после нескольких секунд Давайте ещё один матчик сыграем Играть ещё раз Я, к сожалению, билдов Кроме как за тиранов Других не знаю И я буду поигрывать в эту карту Периодически Ну и, собственно, потом уже Либо я сам додумаюсь За каких-то других билдов Либо у кого-то подсмотрю За зергов, за протасов Обязательно сыграем с вами Ну а пока что тираны Пока что тираны Может, стоит попробовать за протасов сыграть Знаете, тоже через воздух Попробовать оракулов построить Потому что я так понимаю, что воздух здесь решает На этой карте Ну, в общем, я не знаю Поэтому посмотрим Мне, знаете, одно непонятно Вот эта Квина, которая шла По линии зерга Она почему именно по его линии пошла? Это рандом? Или она идёт специально по той линии Которая наиболее слаба? Вот непонятно тоже Ну, то бишь, мы её уничтожаем, собственно И всю карту выиграли Отлично Да, самое главное До этого момента Нужно ещё дожить И то бишь, если ваши союзники Не камельфо То, собственно, вы проиграете Я говорю Далеко не часто получается выиграть Потому что карта реально сложная И новичок Ну, чтобы разобраться Все тираны Ну что ж Давайте приступим Иди-ка на передок Биндим вот эту область Тут тоже забиндженная И область наша И область наших союзников Но я поэтому сам Накладываю бинды Мне так удобней Потому что там тоже непонятно Что забинджено Сразу уходим в Т2 И запиливаем первую баншу Так что если вам эта карта Приглянулась То, собственно, смотрите видосы Я думаю Они помогут вам Разобраться в билдах Ну вот за тиранов Вы уже знаете Что строить За зергов и протасов Потом с вами уже разберёмся Иди сюда Отвлекаем их на бункеры Отлично До свиданец Кстати, а какой у нас уровень? Эй, дайте мне вот этот уровень Мне больше, конечно, хочется Дополнительный прирост бобосов Но это чуть позже будет Йенту будет чуть позже Так, давайте запилим Ещё одну баншу И сразу качнём инвиз Пока что инвиз В принципе не нужен Потому что инвиз нужен Когда уже противовоздушные юниты пойдут Или когда банши начнут залетать На сторону противника Но всё равно Пусть лучше будет заранее Так, отлично Бункера легко справляются С противником Запилим ещё один бункер И надо, наверное, уже на ворона Начинать копить Давайте призовём вот эту херобуру Пусть отвлекает на себя зерлингов Героям особо бегать тоже не стоит Потому что он демажит Лучше стоять на месте Ну, просто контролировать Чтобы его не убили Но не суетиться Отлично Робот танкует Немножко собачек мы убили Ещё банши Собаки падают Запилим ещё одну баншу Так, надо уже ворона добавлять Уже надо А то войску становится всё больше и больше У противника Сейчас они будут просто по земле продавливать Да-да, выполняю Демажит бункера Не очень приятно Во, это мы уже прилетели На базу к противнику Зерги бегут вперёд В атаку Всё, ребят Копим Копим на урона Ужарачи пошли Пятый уровень А здесь нужен какой? А, здесь нужен шестой уровень Эй, не трогайте верхние бункера Отвлекаем Отвлекаем На себя зергов Отлично, справились Сколько там стоит ворон-то? Ух, какой дорогой Ну что ж, подождём, подождём Дорогая ласта, правда Отвлекаем на себя зергов Отлично И вот этих ещё сверху Идите сюда Здорово Ставим сразу ещё один бункер И сейчас почти уже скоро Мы сможем запилить ворона Кстати, ребята А давайте лучше подкопим Поставим ворона И сразу прокачаем ему ману Мана стоит, по-моему, соточка То бишь, итого нам нужно 375 бабосов По-моему, сотка Если не ошибаюсь Может быть, меньше Давайте попробуем Вот сюда запилим ворона Отключаем вот это всё Нет, дешевле стоит Ну хорошо, хорошо Давайте запилим робота Пусть отвлекает на себя Отлично И можем уже прокачать ману Это я всё отключил Чуть позже поставим ещё одного ворона Банше всех разносит по земле Так, а сколько стоит первый грейд? На атаку Может, есть смысл сделать? Отлично Справились Давайте запилим Первый грейд на атаку Поставим ещё один бункер Уже опсы у него тут пошли Там получается Сидит один мародёр И два марика Насколько я понял В бункере Банши пролетают вперёд Квины пытаются с ними сражаться А что у тебя по грейдам, интересно? 0-1 Ну хорошо, хорошо Ещё что ли дрона призвать? Нет, нужен, наверное, строительный дрон Точнее, даже не строительный, а ремонтный Пусть он бункера починит все И продолжаем копить на банше Мы, кстати, почему-то на последнем месте По урону То бишь наши союзники даже лучше играют нас Получается Ну, может быть, это временное явление Может, потом в будущем Мы станем круче Так, давайте добавим ещё одного ворона Ой, точнее, ворона говорю Баншу Ну, ворона, конечно, мы тоже добавим Но чуть позже Отлично Банши всё уничтожают По крайней мере, пытаются это делать Иди сюда, Шкет Иди сюда А что там ещё другие грейды просят? Увеличивают броню Давайте вот так сделаем И вот так сделаем О, отлично Какие у нас крутые стали бункера И можно, наверное, ещё первый играть на атаку на воздух сделать Или чуть позже Давайте сделаем Почему нет? У меня, кстати, свон сейчас погибнет уже Смертью храбрых Первый играть на атаку пошёл Всё, ребят, копим На Баншей, потому что Что-то я увлёкся грейдами Грейды там Грейды сям Отлично С этим и справились Хотя вроде мы справляемся Так что Не стоит переживать То, что я там грейдами Немножко увлёкся Набрасываются турели Очередной наш выход Отлично Давайте добавим ещё один бункер Да, выполняй Банши пытаются покарать зерга И пока что всё получается Ну-ка, давайте посмотрим, что у наших союзников Очень много баншей здесь А тут что? А здесь маринад Ну что ж, хорошо? Мне вот интересно А вот этот маринад Сможет справиться Уже там с ультралами Или ещё с чем-нибудь Но скоро это станет видно Видно и понятно Справится этот тиран С противником или нет Хотя, может быть, билд и хороший Я как бы Не берусь давать оценку Добавляем ещё Один бункер А, кстати, кстати Надо время, наверное, турели Поставить, прокачать Вот Чтобы стояли дольше Всё жёстче и жёстче Становятся атаки зерга Пока, наверное, дрона Не буду ремонтного вызывать Хотя здесь почти пол хп Здесь пол хп Давайте вызовем дрона Пусть это всё починит Очередной выход зерга Иди сюда Отлично справились С противником Здесь, наверное, надо уже в урона Ещё одного добавлять Да, давайте купим ещё на одного в урона Добавляем ещё один бункерок Очередной наш выход Набрасываются турели Точнее, даже не турели А турель Ибо у нас только один ворон Ещё турелька Банши пытаются Пролететь вперёд До базы зерга Но пока что Ничего у них не получается Толком Там кивины Быстро их разбирают Ещё немножко Стоит подождать И мы сможем Запилить ещё одного А, кстати, ребят Там же по деньгам Вообще баш на баш выходит У нас ворон стоит 275 А Т3 стоит 300 Может сделать лучше Т3 Чтобы Тора вызывать А уже потом только поставить в урона Потому что Тор То это классная вещь Давайте попробуем так сделать Справа выйдем в Т3 А уже потом только будем ставить Ещё дополнительного урона Потому что Тор больше даст профита Чем один ворон Я, конечно, понимаю Что у него долгие КД Но что поделаешь Отлично Очередной наш выход Ещё бы можно было бы Строить вот этих лечилок Из компании Которые воздушные Вообще было бы здорово Но, к сожалению, нельзя А так бы ещё и Банши чинились бы Тор чинился бы Было бы классно Отправляем Робота Ну куда вы пошли-то? Часть войск реагирует Опять на противника Который находится сбоку Экс Гасты Откуда гасты? Может из бункера? А, ну да У меня в бункерах гасты Видать Они где-то бункер мне снесли И гаст, собственно, оттуда и вылез Дорого Дорого Вот здесь вот бункер у меня, по-моему, стоял Да? Очередной выход зерга Надо аккуратно вообще контролировать Потому что у свона очень мало хп Его легко могут снести Всё, и будем добавлять ещё Баншей Или может сделать второй Грэд на атаку Для начала Мы, по идее, можем и второй, и третий сделать Но сильно увлекаться этим не стоит Это всё деньги Тор почти откатился Ядерка? А, ну да У него же другой персонаж Он же играет новый Там, возможно, есть и ядерка А у нас, как бы, Тор есть У каждого своё всё Эй, эй Я же забыл отключить Я и думаю, какие сигеры Никаких сигеров быть не должно Ремонтного дрона что ли вызвать? Тут надо починить снизу Надо починить бункер Ладно, давайте чуть позже Чуть позже вызовем Часть войск уходит наверх ещё Чё-то у зерга вообще Какое-то разброт и шатание Часть моих войск уходит наверх А снизу ко мне часть войск приходит Он, видать, где-то видит что-то И агрится на это Добавляем ещё Одну баншу И добавляем ещё один бункер Во Так, срочно надо ремонтника вызвать Пусть это починит А то сейчас бункер догорит И может здесь сделать Второй грайд на атаку Плюс ещё на банше Надо поделать грайды, наверное, на атаку Тут с противником справляемся Отлично Чудесно У нас уже два ворона Это приятно Больше турелей Больше затанковочки Добавляем ещё один бункер Давайте прокачаем второй грайд на атаку Всё, и продолжаем компить На банше Мы справляемся А что у нашего союзника Давай её за ядерку А, у него героя убили Смотрите Нету новой А сверху что происходит? Сверху вроде тоже всё хорошо Как и у нас Но правда здесь бункеров не так уж много Он ещё, главное, наземных юнитов построил Наверное, для того, чтобы танковать Давайте поможем этому союзнику нашему Вызову я сюда Тора Правда, этому мёртвому припарке, по-моему, это помощь Всё равно не хватает войск Ну что ж, ребят Давайте, наверное, застраивать здесь бункерами всё Потихонечку хотя бы Потому что Если его продавят, будет печально Союзник наш сверху вроде справляется Поэтому надо союзнику снизу немножко помочь Эти здания разрушить противник не может Поэтому не стоит переживать Добавляем ещё Одну баншу Уже инфесторы пошли Ну что ж такое-то Проклятые инфесторы Да, смотрите, уже проходит Сейчас он наверх пойдёт Добавляем ещё бункер От чертяга чё творит Посмотрите, чё творится Тут уже другие игроки начали строить бункера Но это союзник сверху Надо было, наверное, раньше реагировать Потому что Сейчас мы просто его не отдефим Всё, он уже покинул игру Но сейчас нас пробьют просто Сейчас он до суда дойдёт примерно Вот если ворфилд, наверное, умрёт Мы проиграем, да? Сейчас мы это скоро узнаем Ворфилд падает И мы проигрываем Ну что, ребят Вот такая вот карта Надеюсь, вам было интересно А мы увидимся с вами уже в следующих эпизодах Ссылка с другими видосами по Старкрафту В описании под видео Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Комментируйте Общайтесь Вступайте в группу ВКонтакт Всего вам хорошего Позитива Удачи И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok